Здравствуйте, с вами канал NaimDB. Очень часто сборы в школу превращаются в стресс, как для ребенка, так и для родителей. Выполнение домашнего задания становится просто невыполнимой задачей. И особенно сложно становится в ситуации, когда ребенок не хочет учиться. Бывает так, что ребенок не испытывает желания изучать определенные науки, но имеет другие таланты. И в таком случае необходимо смириться и принимать своего ребенка таким, какой он есть, помогая познать ему те сферы, к которым он испытывает интерес. Ни при каких обстоятельствах не сравнивайте своего ребенка с кем-то, кто преуспел в учебе больше него. Иначе вы просто спровоцируете появление комплексов, которые будут мешать ему идти по жизни. Впрочем, об этом можно говорить бесконечно долго. А в этом ролике мы дадим вам несколько очень важных советов. Дети повторяют то, что видят. Старайтесь развиваться и изучать что-то новое. Не забывайте делиться этим со своим ребенком. Подобным образом вы включаете его в процесс. На вашем примере ребенок будет видеть, что познание нового – это не только нужно, но и интересно. И не забывайте выслушать его, если он решил поделиться с вами чем-то новым из своих познаний. Применяйте современные технологии. Родители зачастую ругают детей, которые слишком увлечены своим гаджетом. Но так делать нельзя. Ведь чем чаще запрещают, тем больше хочется. Просто научите ребенка использовать его с пользой. Например, изучать программы, в которых можно рисовать или проектировать. Создайте благоприятную атмосферу. Ученые давно доказали, что наличие библиотеки в доме хорошо сказывается на желании ребенка узнавать что-то новое. Изначально к книгам ваш ребенок подходит от того, что ему скучно, а в итоге увлекается. И чтение становится привычкой. Позволяйте ребенку учиться так, как он хочет. Специалисты выяснили, что мозг всех людей учится по-разному. Кому-то требуется полная тишина, сидя за столом. А кто-то спокойно учится лежа, при этом слушая музыку. Ощущая себя комфортно, ребенок будет запоминать информацию значительно быстрее. Развивайте желание к хобби. Никто не знает, в каком мире будут жить наши дети. И не исключено, что то, чем мы пользуемся сейчас, будет неактуально в будущем. Пусть ребенок занимается тем, что ему нравится. А вы ему в этом помогаете. Очень важно раскрыть талант, которому у вашего ребенка есть потенциал. Уберите телевизор. А если не в силах от него отказаться, то включайте его не более чем на полчаса в сутки. Никто в вашей семье не станет более умным и талантливым, если вы все время смотрите разные программы или фильмы. Играйте со своим ребенком. Существует огромное количество развивающих игр для детей любых возрастов. Для школьного возраста это может быть монополия или что-то другое. Не стесняйтесь пробовать. Вам это тоже может прийтись по душе. Давайте честные ответы на вопросы. Именно то, что родители уходят от сложных или неудобных вопросов, в итоге становится причиной обращения к психологу. С четким убеждением ребенка в том, что близкие его не понимают. Не давайте деньги за полученные отметки. Эта огромная ошибка, которую совершают родители, в основном приводит в никуда. Поощрять, конечно, надо, но только не деньгами. Купите для него что-то необходимое или организуйте по этому поводу поход в лунопарк. Развитие полезных навыков Скорость чтения, быстрый счет, умение находить и использовать информацию являются залогом правильного подхода к учебе. Если вы обучите всему этому вашего малыша, учение будет для него легким. И он будет учиться быстро и с удовольствием. Ну а главное не переусердствовать и не загружать ребенка по максимуму. Пусть у него будет время на отдых и другие занятия. Так ему и учеба не надоест, и желание учиться не пропадет. И расти он будет вполне уверенным в себе и счастливым. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NamediB. Спасибо, что вы с нами и до встречи.